Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками Обри Бёрдсли. Английский художник, график, декоратор, поэт. Один из величайших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х годов. Родился в семье Винсента Пола Бёрдсли. Родственниками были достаточно состоятельные ювелиры. Его мама Элен Агнес Питт происходила из семи врачей. Но надо сказать, что семья в нескольких поколениях страдала от туберкулеза. В 1879 году семилетнему Обри поставили аналогичный диагноз. Отец после свадьбы промотал все семейные деньги, так как он из-за болезни не мог заниматься постоянно трудом. И поэтому матери пришлось зарабатывать на жизнь работой гувернантки. Она преподавала музыку и французский язык. Рисовать он начал с четырех лет. Сам осознал свой незаурядный талант. Этот я цитирую в Википедию. При поддержке нескольких аристократических семей начал заниматься с известными пианистами. И вот в результате в 11 лет сочинял музыку. Стихи, которые отличались редким изяществом. С марта 1881 года, находясь в Лондоне вместе с сестрой Мэбл, она стала актрисой, давал концерты, на которых собирались до 3000 человек. Незаурядный, конечно, был человек, судя по всему. После возвращения в родной Брайтон, находит поддержку своим талантам, ставит на школьной сцене спектакли, которые привлекают внимание театральных критиков. Сначала он поступает чертежником в студию одного лондонского архитектора. В возрасте 17 лет определяется на службу клерком Лондонское страховое общество The Guardian Life and Fire Insurance. Но приходится вскоре бросить службу и заниматься любительскими спектаклями. Юноша начинает кашлять кровью, туберкулез. Именно в это время из всех видов искусств Бёртсли отдает предпочтение изобразительному. Он посещает уроки из Министерской художественной школы у профессора Федерика Брауна по совету Эдварда Бёрн Джонса, который, кстати, познакомил его с Оскаром Уальдом. Обри слыл репутацией меломана и библиофила. Его любовно собранная огромная библиотека восхищала. Впрочем, как и блестящее знание коллекции Британского музея и Национальной галереи. Он в оригинале читал греческих и латинских авторов и часто поражал ученых остротой восприятия всех тонкостей. Слава настигла его в 1892 году, когда он по заказу издателя Джона Дента выполнил серию иллюстраций к роману Томаса Мэллори «Смерть Артура». Надо сказать, что одной из отличительных черт его работ являлась утонченная эротичность. Я как-то готовил эту маленькую публикацию, убрал некоторые уж больно фривольные работы из этого видеосюжета. Критик Сергей Маковский описал их в своем эссе. Как цветы, злилеенные рукой знатока в стеклянных оранжереях с искусственной влагой, отрава слишком тонких курений и слишком изысканных форм. Существовали два варианта картин – первоначальной и утвержденной цензурой. Поэтому обыватели часто воспринимали неадекватно, его называли сеятелем общественного разврата, гомосексуалистом и соблазнителем собственной сестры Мэйбл. Ходили слухи, что у Мэйбл был выкидыш от обре. Берсли неоднократно замечал, что у французских полицейских существует серьезное сомнение относительно моего пола. Тут же добавлял, что все сомневающиеся могут прийти и убедиться в нем лично. В 1894 году он становится художественным редактором журнала «Желтая книга» The Yellow Book, который приобрел популярность как сборник работ талантливых писателей, поэтов, художников. Преимущество гомо-эротичной направленности, так как написано в Википедии. В 1895 году здание было закрыто, и Берсли остался без средств существования. Кстати, ничего не известно о романтических связях Берсли об отношении с мужчином или женщиной. Гостина Берсли была увешана японскими эротическими стампами. Его посещали известны свои нетрадиционные сексуальные ориентации Оскар Дувальд, Роберт Рос, Альфред Дуглас, Перлуи и Джон Грей, Марк Андрея Рафалович, поэт-теоретик. Кстати, чью книгу стихотворений «Нить и тропа» Берсли проиллюстрировал в 1895 году. Такие люди посещали Берсли. Берсли был человеком замкнутым. С 1894 году по 1896 к нему приходит успех после публикации 16 иллюстраций Куальдовской Соломеи. Самочувствие резко ухудшается. Рафаиловичу он писал в это время. «Я знаю, болезнь моя неизлечима, но я уверен, что можно принять меры к тому, чтобы ход ее был менее скор. Не считайте меня глупым, что я так торгуюсь за нескольких месяцев, но вы поймете, что они могут быть для меня ценные по многим причинам. Я с наслаждением начинаю думать о том, что выпущу две или три иллюстрированные вещицы». 31 марта 1897 года Берсли был принят в лоно католической церкви. Среди наиболее близких его друзей при жизни числились англиканские пасторы и католические священники, которые отдавали должное искренности и глубине его веры. Он получает еще один год жизни. За это время он создал цикл иллюстрации комедии нравов Вальпана и Бена Джонсона и перечитывает произведения Белеза Паскаля. Это классик французской литературы и один из основателей математического анализа, создатель первых образцов счетной техники. Пишет Рафауловичу. Паскаль понял, что став христианином, творческий человек должен принести в жертву свой дар, как Магдалина жертвует своей красотой. Уже прикованный к постели он просит своего друга-издателя Леонарда Смитерса уничтожить все экземпляры Лисистраты и неприличные рисунки, и гравиральные доски к ним. Но надо сказать, что к счастью эта просьба не была исполнена, поэтому рисунки остались. Я просто их здесь не привожу в ее сюжете. 16 марта 1898 года в полном сознании, в присутствии матери и сестры, обри Винсент Берсли скончался. На смерть художника поэт Альджернон Суенберн написал стихотворение. Возвратись к нам хотя бы во сне, ты, которому равного нет, ты, кому безразличен вполне мир земных потрясений и бед, но любовь, что была внушена чудным даром, чей свет не потух, ты расслышишь, и тронет она твой свободный и царственный дух. Еще, наверное, надо упомянуть, что в 1982 году был снят эпизод британского телесериала BBC 2 Playhouse по сценарию Джона Гилберта. Сюжет посвящен периоду в жизни Берслия. Его исполнял Джон Дикс. Обри Берсли также фигурирует на обложке альбома «Оркестр клуба «Одиногих сердец» сержанта Пеппера» знаменитой группы «Битлз» в 1967 год. Документальный фильм телерадиокорпорации BBC «Берслия и его работы» был снят в 1982 году. Надо отметить, что по власти Берслимании оказались многие русские художники. Известный советский график Кузьмин вспоминал, я в него влюбился с первого взгляда. Мне было тогда 15 его рисунков, оказались менее рукотворными. Их писерное, головокружительное мастерство вызывало столбняк. У профпрофанов и завистливые удивления профессионалов. Берслий отделил свет от тьмы. Для света белая бумага, для тьмы черная тушь. И никаких полутонов. Линия приобрела удивительную силу. Началась новая эрографика. Крайняя простота средств. Только черные и белые. Лист бумаги, перо, лакончик туши. Но там, где он хотел показать свою поразительную способность стараться, его техника становилась похожа на тончайшее кружево. Это Соломея, Венера и Тангайзер, Вальпане, похищение локона. Но может быть, конечно, не только рисунки, но и сама личность. Берслий, хрупкого, болезненного юноши-гения, чья жизнь так рано оборвалась, оказывала планетическое действие на умы и сердца людей, не романтической эпохи. Короткой и в чем-то ущербной. Ну вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать о замечательном английском художнике-графике, иллюстраторе, декораторе, поэте. Одним из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х годов Обри Бердсли. Все, всем пока, всем привет. Посмотрите все, что я смог найти в интернете. Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...